добрый вечер а вы по на стенку смотрите смотрел слышал его да а вы а как вы оцениваете его творчеству общество о творчество творчество именно этого человека фанатин кого ну человек изучает очень в очень многих вещах разбирается начитанный человек может говорить хорошо хорошо поставлена речь хороший словарный запах отличить вы историк там или нет я нет я не историк на его занимай в рулетке общаюсь на разные темы преимущества политика война история тоже международное право что что еще раз что вы думаете про войну про войну я думаю что в двадцать первом веке это недопустимо и тот кто развязывает агрессивные действия этот человек или люди до живут еще в прошлом они не догнали цивилизацию не понимать встроен сегодняшний мир и поэтому я таких называю недоразвитые мира сего то есть недоразвились а если допустим был необходим вот вы знаете в истории уже что-то похожее бывало раньше и было и история очень часто повторяется каких-то вещах для этого для этого человечества придумала разные инструменты и придумала разные системы для того чтобы не было лазеек которые могли бы сказать это было необходимо так нужно было и так далее вот например есть организация объем объединенных наций да эта организация чем занимается да это организация по безопасности для того чтобы страны могли находиться когда когда начиналась организация там было всего пятьдесят одна страна сегодня в этой организации 193 страны включая российскую федерацию в этой организации объединенных наций есть разные резолюции которые определяют то или иное действие например есть резолюция 3314 1974 года в которой написано что любая любые оправдания агрессии не могут служить этими оправданиями то есть чтобы агрессор или страна которая нападает не заявляла не говорила не объясняла как бы она свои действия не оправдывала она не может служить оправдать потому что это называется акт военной агрессии одного государства против другого крым российский или украинский мы возвращаемся к международному праву крым естественно является оккупированной частью но это украинская территория я живу на севере западного полушария в общем это не это север западного полушария где находится знаете вспомните например надо видите вы один из очень немногих людей которые примерно определили соединенных штатов америки а я вот здесь когда отвечают такое такой ответ говорю север западного полушария для этого просто нужно представить себе глобус посмотреть что находится наверху этого глобуса и можно сказать что тогда канада соединенных америки ами уроженец какой стороны советского союза я родился в советском союзе уехал когда союз советский союз столько распался но это была часть украины а как вообще относится украине красить если смотреть с позиции чего с позиции политической системы с позиции народа с позиции чего вот если брать например сегодняшнюю украину то есть и брать пропорцию этой страны вот пропорция населения людей жителей этой страны то эта пропорция намного превышает жителей россии в том что эта страна развивается вместе с остальным миром а в российской федерации наоборот вот группа людей узурпировала власть захватили эту власть удерживают ее не хотят никому и отдавать и при этом тащат все свое население обратно в прошлое говорят о том что давайте будем смотреть чьи границы когда-то были кто кому что передавал и так далее а мир сегодня живет по-другому сегодня есть евросоюз стран которые когда-то между собой воевали которые когда-то говорили один другому чтобы будем силы захватывать территории а сегодня они живут без границ катаются друг другу в гости обмениваться опытом и жизненным и технологиями и так далее и развиваются вместе так я считаю что такой путь правильный вот если бы россия например создала страну в которой бы остальные другие страны говорили вот эта страна вот так классно смотри какой они модель сделали мы хотим туда ехать пути ну не нужно захватывать части территорий потому что он понимает что и так она развивается стране все классно есть много мостов дорог технологий и нобелевских лауреатов и так далее да и тогда другие жители других стран сказали бы мы хотим быть тоже вот частью вот такой страны потому что эта страна действительно классная развитая страна а когда человек говорит давайте исходить из прошлого так мы ничего другого предложить не можем да в этом мире значит мы будем предлагать только территорию захватывать и боится вот вы большие по территории но мир судя так не живет сегодня есть страны которые очень маленького размера но при этом намного развитие чем российская федерация и дают этому миру намного больше чем российская федерация в то есть вы считаете то что россия это это на данный момент страна с автократией но с уклоном в диктатуру если брать на сегодняшний момент сравнивать например стали насколько он только было репрессии убийств и так далее то конечно сегодня сегодняшнюю российскую федерацию еще пока нельзя сопоставить с советским союзом с тоталитарным да или скажем с ираком тоталитарным где был саддам кусейд но эта страна да это автократия с уклоном диктатуру все политические партии которые не удобны власти зачищены все лидеры этих партий находятся или в бегах или в тюрьмах человек сегодня не имеет право сказать то что он думает человек не может сказать сегодня что я против войны потому что страна вот которая развивается да и люди в этой стране даже вот если относиться соединенные штаты америки да по разному можно относиться к этой стране но когда была например война в ираке во вьетнаме люди выходили толпами на улице но насчет народа я бы с вами потому что все таки экономический кризис который наступил в америке под десятилетнюю войну вьетнаме все-таки сыграл главную роль народ там был мало влияющим фактором но это это вас как зовут начнем с этого игорь игорь прятать мне артем не очень интересный момент 2004 году была мюнхенская речь нашего так сказать того кто сейчас находится у трона как к ней относится вы помните что было в 2004 году и в мюнхене напомните пожалуйста то что я помню мюнхенскую речь но если конкретно какую фразу вы хотите чтобы я вспомнил что именно он говорил много и я помню он говорит он говорил много но самый ключевой факт чтобы можно было отметить это его полный разворот на 180 градусов то есть если мы помним то с 2001 по 2004 год было сближение россии плюс нато и так далее россии плюс ес все дела которые как бы двигались в направлении европы и так далее все ельцинские ельцинские эти разговоры реформы которые как бы были провальными но они все равно худо-бедно работали а в 2004 году после того как эстония я еще раз говорю просто небольшой дисплеймер это все я не поддерживаю но если давайте взглянем с другой стороны с третьей стороны 2004 году перед мюнхенской речью вступает в альянс нато эстония латвия еще раз повторяюсь я не поддерживаю свободные неизвестные страны могут вступать куда угодно их право но просто посмотрим с другой альтернативные страны вступают три постсоветские страны блок как бы дружеского дружеской части в 2004 году он произносит речь где он отворачивается где он признает врагом уже с 2004 года на тот момент если мне не изменять память вот мне было интересно ваше мнение когда три государства вступают имеют ли они право не посовещавшись своим большим соседом вступать такую такой альянс хороший вопрос я вам на него отвечу очень просто в 2004 году еще не было полного разворота еще не говорилось о вражеской вражеских странах как соединенные штаты например или другие страны на тогда путин свое время в 2000 годах тоже просился в нато точно так же как и другие страны другое дело что путину отказали сказали что ваша страна под каким-то критериям пока еще не подходит для того чтобы вступать надо да но дело даже не в этом вот смотрите в россии есть такая организация военная которая называется о дкб скажите пожалуйста а вот когда создавалась эта организация о дкб и когда путин приглашает страны другие вот дкб другие страны имеют право сказать путина что мы не хотим чтобы такая организация была страны не имеют права вступать в эту организацию и вообще нам не нравится что происходит в организации у дкб они конечно конечно не мог но дело дело вопрос был немного другом как большой сосед может на это отреагировать я вам расскажу хорошо давайте по-другому вам скажу вот было 15 республик советском союзе эти 15 республик по конституции советского союза они были все равноправные вот все эти 15 республик когда советский союз распался образовались страны самая важная вещь между этими странами это взаимное уважение и равноправные отношения например путин говорил мы хотим вступить в нато его не взяли а давайте смоделируем ситуацию а если вы его взяли нато в нато например а украину нет или какие-то другие страны нет то тогда это было бы нормально понимать получается так что политика менялась вот в процессе того что хотел путин для себя вот можно же проследить всю его вот эту конденцию да который он занимает в российской федерации ведь все строится только на том чтобы удерживать власть ему все равно украина нато россия прекрасно понимает что нато не собирается нападать на россию он это знает прекрасно лучше чем кто-либо другой но для того чтобы удерживать власть диктатором им всегда необходимо иметь каких-то внешних врагов потому что на этих врагах строится в принципе внутренняя система как той или иной страны если мы посмотрим например на ирак про который часто я слышу сейчас рулетки мне говорят вот соединенные штата в америке они в ираке занимались тем чем они занимались и разве это не то же самое что делает россия нет это не то же самое почему потому что если вы посмотрите как начиналось в ираке и как не знали вы знаете всю эту историю в ираке что было когда садам куцен пришел власти и он узурпировал власть зачистил все свое окружение для того чтобы были только лояльны ему пытки убийства и так далее так далее потом развязал войну в иране то есть была война в иране эта война длилась восемь лет с 80 по 88 год смерти и так дальше экономика которая когда получил саддам хусейн за эти восемь лет упала настолько что люди начали жить на прожиточный минимум да после этого саддам хусейн развязывает войну в куэйте это уже двухдневная война когда он оккупирует часть куэйта вернее не часть куэйта куэйт он значит это 2 августа начинается война 1990 года и 4 заканчивается а 8 он объявляет об аннексии причиной нападения на куэйт он назвал что куэйт якобы на приграничных значит и местах занимался добычей нефти и плюс то что саддам хусейн строит он его называл третий мир он хотел быть самой влиятельной страной в том регионе он называл за третий мир ничего не напоминает русский мир третий мир третий рейх это все одно и то же вот диктаторы не всегда так себя ведут потом была смерть курдов когда 182 человека уже позже когда саддама хусейна судили нашли эти могил преимущественно конечно мужчины курс и ну так же там были и женщины и дети плюс целыми деревнями там 5000 человек 8000 человек уничтожалось и когда саддам хусейн захватил куэйт то мировое сообщество ему сказала что ты немедленно должен выйти с суверенной страны потому что не имеешь права на эти территории он отказался тогда уже коалиция международная вмешалась вошла выбила саддама хусейна с куэйта и разбила его армию на его же территории и после чего был ультиматум хусейну хотя я считаю что это было не совсем правильно нужно было уже дожимать хусейна тогда тогда бы мы не имели в будущем проблем вы переключились слушать правду очень неудобно особенно тогда когда нет аргументов ответить на то или иное событие во всяком случае хотя бы у них есть вопросы и они задают эти вопросы почему так почему так и почему так она все эти вопросы есть не очень сложные ответы довольно прямые честные и тот кто хочет разобраться тут давно уже разобрался и тут то понимает что такое международное право что такое он что такое нерушимость границ что такой суверенитет стран все давно с этим разобрались и понимают все остальное это оправдание агрессии оправдание того что совершает страна по отношению других стран как это делали диктаторы много раз на протяжении всей истории включая сегодняшнего путина как-то так друзья напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам как всегда всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.